Книга «Открытым оком», том 16, вопрос 3036, тема литература. Что скажете о фильме «Последнее искушение Христа?» Какой фильм вообще считаете лучшим о Христе и о христианстве? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Показали документальный фильм про Потеряевку. Как там работают экскаваторы по добыче полезных ископаемых. И мне задают вопрос, так теперь вам не сохранить свою инфраструктуру и вашу самобытность? Столько людей понаехало, землю всю изрыли. Почему об этом раньше не писали? Отвечаю, что на Алтае есть две Потеряевки. И этот репортаж был не про нас. И потому все остальные вопросы и недоумения нет нужды рассматривать. Так и про «Последнее искушение Мартина Скорцезе». Просто бешеный бык поддел его под задницу на рога, а он не поостерегся. Какое отношение его Блевотина имеет ко Христу, Богу истинному? Это равнозначно, если бы кто-то стал обсуждать достоинства путешествия Ленина на Северный полюс, а Гитлера на Южный полюс. Можно и фильмы поставить и показать, как они добирались, в рукопашную с медведями схватывались, обширно показав Надежду Крупскую и Еву Браун, в лежащих на нартах с возлюбленными фанатиками, и как в глубины океана опускались. Но так как ничего этого не было, то явно, что и фильм был бы не про них, а про больное воображение рехнувшихся режиссеров. И о чем был протест патриарха, чтобы фильм не показывать? Не хватало нам еще биться на подобие мусульман за карикатуры на Мухаммеда, так как о Христе мы ничего вообще не знаем, кроме написанного в четырех Евангелиях, то и скорченный Скорцеза ломался в конгульсиях блудных зряшно. Там ни одного кадра из Евангелия нет. По-прежнему считаю наилучшей экранизацией о жизни Христа фильм «Иисус по Евангелию от Луки» режиссера Джона Хеймана, исполнитель главной роли Брайан Дикон. Фильм очень близок к реальной жизни. Вы ощутите себя в Палестине начала нашей эры. Чтобы добиться наибольшей достоверности, специалисты тщательно изучали архитектуру, обычаи, одежду и даже пищу той эпохи. Натурные съемки производили в Израиле, в тех местах, где разворачивались описанные в Библии события. В съемках приняли участие более пяти тысяч арабов и израильтян. И самое главное, каждое слово, произнесенное Иисусом, взято только непосредственно из Евангелия от Луки по синодальному переводу 1876 года на русском языке. Фильм переведен более чем на 500 языков народов мира. Более одного миллиарда людей смогли увидеть его на своем родном языке. Новый вариант озвучивания подготовили лучшие актеры России. 35 человек только указаны. И среди них Ульянов Михаил. Фильм «Цветной». Продолжительность 120 минут. Лучшим фильмом про начало христианства считают Иуды Денгур. 11 Оскаров получил. Экранизация романа «История Христа» написана генералом Лью Уоллесом. Режиссер Уильям Уайлер задействовал чуть ли не все население земного шара. На главной руле были приглашены актеры из Израиля Хайя Харари, Уэльса, Австралии, Ирландии, Англии, Австрии, Италии и лишь четверо из Америки. Аристократы всей Европы, включая русскую княгиню Ирину Васильчикову, играли римских патрициев. В массовке снялись несколько итальянских деревень. Во время проб было отобрано 50 тысяч человек, из них 15 тысяч для одной только сцены скачек. Итальянские женщины прислали 160 килограмм волос для изготовления накладных ворот и париков. Продолжительность фильма 213 минут. Полезно посмотреть фильм «Каму Гря Дэши» по роману Генрика Синкевича, лауреата Нобелевской премии. Режиссер Мервин Лерой. Продолжительность 170 минут. Ни в какое сравнение нельзя поставить новую польскую экранизацию этого фильма. Считаю, что хорошо экранизирован роман Льва Толстого, Крейцерова Саната, о семье и развале ее без Христа. Продолжительность 150 минут. Главная роль Олег Янковский. Вышел фильм «Евангелие» от Иоанна Генри. Ян Кузик. Роль Христа крайне неудачна. У артиста на лице буквально играет грех. Может быть, самые удачные только исполнительницы роли Марфы и Марии. Преступно небрежный текст из «Евангелия» по неизвестному переводу в кавычках и версии. С жуткими искажениями. Безобразно сляпанный фильм. Левит 24, 11-16. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлиц ли, туземец ли станет хулить, имя Господне предан будет смерти». Притча 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». 1 Коринфянам 10, 22. «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Нас занесло на скользком повороте, да благо, что нет встречного движения, когда болезнь и недруги напротив, усиливаясь, на неправде женят. Так можно ли несчастья избежать, заранее продумать, остеречься, составить план, пометить, где межа, ни проповедью не задеть, ни речью? Безвкусица, амеба, преснота, белок яичный без добавки соли, угодничеством завурлит фонтан, о чем не помышляли отродять до толи. И, слушая о страшных катастрофах, пытаюсь ввысь в их последний час проникнуть, что утром думали, смакуя масло с маслом кофе, пакетик яд пристроили за нитку. И было ли предчувствие в до встречи? Вернее, до последнего суда на стеклах здесь без нас отобразится вечер, не постучимся никогда сюда. Быть может, ангел сном предупреждал, предупреждал, и в детстве лучезарное проспали, нож с маслом не сверкнули, как кинжал, не заолел ли нержавейки стали. Предчувствие не может обмануть, когда оно свидетельство от вышних, и пояс обжигает, словно кнут. А мы, глухие, ничего не слышим? Земная плоть преграда для видений, последний поворот ключа в замке, не радуют, не поднимают деньги, как будто дышит смерть невдалеке. Остались живы, после разберу все, что последним было и осталось, Христом спасенные не разорвали круг, к себе беспечному не бесполезно жалость. 3 марта 2006 года Игнатий Лапкин